ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И тогда, когда он нападал, вы по нему уже проходили, а он обратился в лед. Лед, который вы можете теперь убрать с дороги только методом скалывания. А это уже никакой техники такой нету, и поэтому ждите весны. И вот он такими горбами у нас лежит. Но я могу бы обратиться не к Финляндии, а к опыту советского периода. Вот когда, как только идет снег, появляется снег. Во-первых, в каждом доме был дворник, потому что в каждом доме было служебное жилье. Это все жилье приватизировано на большую сумму. Можете себе представить, вы умножите количество дворников или количество домов. Ну как минимум на пару миллионов. А если только тысячи возьмете, это уже 2 миллиарда. Правда? А если 2 тысячи дворников, то значит 4 миллиарда. Ну а их не 2 тысячи, дворников было гораздо больше. В каждом доме обязательно был дворник. Он жил в одном из подъездов. Он утром в 6 часов утра должен был выйти и весь снег счистить. Вот который успел нападать с вечера до утра, он должен снистить весь снег. И дольше его дома. Поэтому там не на чем было споткнуться. И еще никто не затоптал. И наоборот. Вот берем сегодняшнее время. Можно думать, что это вот такие сяки, рассяки и нынешние дворники. Но откуда они нынешние дворники? Они гастарбайтеры, которые едут из того места, где их поселили. А где они сейчас могут поселиться? Ну не в этом же доме, а в черте где. И вот они приезжают часов в 10. Весь дом прошел. Вытоптал весь этот снег. Снег превратился уже в лед. Потом через некоторое время. То есть они почистят вот так дорожки. С правой стороны и с левой стороны. Так сказать, чтобы этого горба не было перед поребриком. И потом едет автомобиль с валиком. И так чик-чик-чик-чик. И вот так сказать, это немножко вот приглаживает вот эти все вот пятна, которые есть. И все. Я уже не говорю о том, что сплошь и рядом не посыпают во дворах песком. И поэтому они превращаются. И нам еще это предстоит посмотреть, по что это выражается. Я однажды видел интересную картину. У меня отец вот так вот поскользнулся и сломал ногу. И я пошел к нему в больницу 25-летие октября. Около Троицкого собора. На Валенесенском. И вот захожу, там человек сто лежит. И у этих ста человек в палате. Нога вот так одна и на ней висит груз. Пятку вернуто. Что-то вернуто, чтобы повесить этот груз. Вытягиваю на растяжку. Сотни через. У нас вот сейчас тысячи падают, тысячи ломают себе ноги. Почему? Не посыпали песочком. В чем проблема? Машина есть, чтобы посыпать песком. Видели? Это большая редкость стала. Обычно вот они ездили там. Ездит там круг такой. И сверху вот такая куча песка. И рассыпают сюда. Но надо проехать по всем дворам и по всем тротуарам. На тротуарах стоят автомобили, которые запрещено ставить на тротуары. Никто их не наказывает. Поэтому люди обходят эти автомобили. Вот такие вот ямы происходят. А по дороге едут мусороуборщики. Огорухте, я не хочу задеваться, поскольку вам не запасть. И это вот все. То, что представляло собой. Не представляло собой никакой проблемы. Потому что вот выпадает снег. Я помню, был мальчишком на Московском проспекте. Жил в доме 190, там где он со шпилем. А у нас вот рядом. Беслежащий с тем же адресом. Вот выезжают все автомобили. Вот так наклонно они едут. И так всех счищают вот сюда горочкой такой. Край. А тут идет хаб. Вот такой вот. Который есть в Москве. Который есть в Беларуси. Но с легкой руки нашей Валентины Ивановны, дорогой, не закупили техники, которые приспособлены для уборки снега в городе. А закупили строительную технику. Видели такие здоровые, которые могут уехать, такую гору поднять и куда-нибудь ее свалить. И они обязательно ставят посреди дороги. И останавливают все движение. А вот эти хабы ехали как. Вот они едут и едут. И в это время, значит, сзади идет автомобиль, грузовик. Задом двигается. И в него все засыпается. И еще один. Как только этот уедет, чтобы не останавливать уборку, второй. Появляется третий автомобиль. И уезжает опять два их. Один основной, другой запасной. И это идет круглосуточно. То есть вопрос не тогда, ну что, снег выпал, надо убирать. Или мы выводим столько-то тысяч единиц техники. Помните, у нас, я не помню, недавно весной была выставка на Дворцовой площади. Вот у нас какие есть красивые мужчины в красивых куртках на красивых машинах. А сколько это нужно для города? Это ведь не ясно. Правда? Потому что а сколько нужно по площади? Что это? О чем это говорит? А ни о чем это не говорит. В итоге вот мы наблюдаем, что сначала эта проблема создается большая. А потом ее, в общем-то, и трудно разрешить. Потому что решение ее теперь весна. Придет весна красна, она решит проблему. А зарплаты идут постоянно. Вот. То есть даже такие вот вещи элементарные. Они поверхностные, вот то, что мы наблюдаем. Они тоже связаны с тем, что как-то надо к вопросу о преобразовании природы, подходить с пониманием самой природы, что снег идет не тогда, когда вот мы выспимся и пойдем. А тогда он может пойти ночью, он может пойти там днем. И, так сказать, техника должна работать в уборочных постоянно. Второе. Никогда не сыпали раньше соль. Вот я преподавал на факультете политологии, иду зимой в минус 20 по Тверской улице, которая прямо упирается в здание Смольного. И вот минус 20, все засыпано этой солью и черной зловонной лужи. То есть думаю, вот, минус 20, можно уже по сухому пройти плитку? Нет, не песочком посыпано, а посыпано солью. Причем в избытке посыпано. А если вам не нравится, что сыпят солью? Ну, не будут сыпать солью. Вообще ничего не будут делать. Значит, не убирают солью, не сыпят. Чем меньше соли насыпали, чем меньше работает, тем лучше. Зарплата идет. У нас же нет такого шимпи, чтобы слышали, чтобы не уплачивались службам зарплаты. Они уплачиваются. Все это действие, они отсыпали. Соляное вот это месиво, когда убирают, и раньше, его нельзя уже бросить в Неву, потому что рыба вся подохнет там в Неве и в Финском заливе. Значит, их нужно складировать. Складировали около станции. Как же она называется? После старой деревни? Нет, после старой деревни здесь. И вот до лета, до июля Яхтины. Рядом с Яхтиной. После старой, вот, и на его рядом станции Яхтина была огромная гора. Соленая, солено-грязная. И вот оттуда солено-грязное, значит, все это месиво, оно таяло. Прямо до середины июля. А там такое гнездовье всегда было птиц. И всегда видишь, едешь на электричке. И вот там отдельные птички на гнездочке сидят. Птички плодоплавающие. Ну, потому что до такой грязи довели. Последняя там птичка сидела в этом году. И то, по-моему, она загрустила. Одна уже сидит. Кругом все это отравили. Хотя у нас есть всякие экологи, там у нас есть движения экологические и прочее. По этому фону мне вспоминается, что говорил доктор экономичка наук, профессор Рященко. Надо не бороться за чистоту, а подметать. А тут идет борьба за чистоту, за экологию. Экология человека и так далее. Как шучит Аркадий, не говори красиво. Вот, так сказать, некий пример того, как, может быть, одно и то же преобразовано. По-разному. Ну, а был бы чистый снег, его сбрасывай хоть в фонтанку, хоть в охту, хоть в небу. Нет проблем. Чистый снег. И есть ли другая еще, так сказать, проблема. Вот там он имеет, он у нас переходит на некоторые сорта бензина, которые экологическим требованиям удовлетворяют. Все откладывают, откладывают, переходят. Вот. И, скажем, экологически чистый транспорт, трамвай, вовсю заменяли долгое время. С остервенением, причем, заменяли на экологически грязный. Вот, скажем, возьмите вы улицу Железноводская. Там шла шестерка, трамвай. Ну и понятно, что трамвай, что он может загрязнить? Чем он может загрязнить? Ничем. И ничего. Ну, там, для того, чтобы там быстро очень убрали пути все трамвайные моменты, чтобы быстро не успели там очнуться те, которые будут выступать за экологически чистый транспорт, трамвай. И тут же оборвались, это все медный провод, я думаю, сдали ее и получили большие деньги, потому что мед, 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 это дорого стоит. И вот, что там произошло. Теперь там наставили в ряд вот таких автомобилей, там проехать мало, мало остается места. И вот эти вот, по этому пути, по серединке едут, эти они сейчас не автобусы. То же самое мы наблюдаем на Садовой, такую же картину. И там, где раньше, так сказать, ходил трамвай, сейчас он так вот, челночком ходит, немножко даже нефти переезжает, но ему разговоры нет. По литейному специально сделали, приехали, большой очень провели работу, сделали, ну, по всем нормам и правилам, самым современным дорогам. То есть там один слой песок, второй слой, ткань, третий слой щебенка, шестьвертый слой металлическая щетка, пятый слой бетон, потом один слой асфальта и второй слой асфальта. А все трамвайные пути заложены в резину и забетонированы. То есть, так сказать, тихо, так сказать, без шума, без треска, без грохота должен ехать трамвай. Как только это все закончили, трамвай отсюда сняли. Он там должен был поворачивать, на Жуковского мог вернуть, там куски рельс остались, а так вот полетельно теоретически может пройти. Вот я видел один трамвай какой-то залетный, ремонтный прошел, а так он там не ходит. Зато есть транспорт, который не экологически чистый, от выхлопа, которого мы должны с вами дышать и так далее. Ну и потом, вы знаете, что раньше, скажем, на трамвай нельзя было на остановку заезжать, на линию нельзя было заезжать, трамвай надо было пропускать, а сейчас он стоит, бедный, вот он стоит перед красным светофором, тут бы он всех выпустил, всех бы вобрал. Нет, в это время там перед ним стоит 3-4 легковых автомобиля, которые не дают ему проехать. То есть, и он привилегированное положение уже не получает, и в итоге мы видим, что в обратную сторону идет движение в плане экологическом. Скажем, есть троллейбусы, есть автобусы, и что раз троллейбусные развиваются движения или сворачиваются? Больше сворачиваются, автобусные. Хотя троллейбусы можно сделать такие, которые едут со своими троллями, с рогами, а потом у них, значит, когда их нет, надо куда-то повернуть на другую линию, у них есть батарея, они проехали, и так в некоторых годах есть, и поехали дальше. То есть, можно это развивать, но для этого надо что делать? Для того, чтобы преобразовывать природу, что нужно делать, чтобы прежде чем ее преобразовывать, на основе познания того, что есть, надо сформировать что? Идею преобразования мира. Идею. А что такое идея? Вот вы изучали? Изучали театр, эфербахи, идея. Вы что такое идея? Никогда не слышали это слово? Слышали? А вы идейный или безидейный человек? Идейный. Только говорит, я идейный, но не знаю, что такое идея. А я хороший человек, но не знает, что такое хороший, что такое плохой. Давайте дружить. А я буду, а вы идейный, я буду с вами дружить, потому что вы тоже не знаете, что такое идея, а я не знаю, что такое хорошее. Давайте будем совместно выступать и с ними бороться. Вот с этими. Они, наверное, что-то знают, а мы ничего не знаем, будем с ними бороться. Потому что их знания только портят людей. Вы тоже не знаете. Я смотрю, вы так грустно смотрите на меня. Что это? Субъективное понятие какого-нибудь явления. То есть я вот смотрю, но мне кажется, что это черт. Это идея, да? Это точно субъективное понятие. Смотрю я на студенту, на студентку. Мне кажется, мне она чертовка. Специально не говорит, знает, а не говорит, что такое идея. Это субъективное понятие. И на самом деле все хорошо. Она не чертовка. Но субъективное понятие, знаете, как в мозгу, в испаленном мозгу преподаватель, что такое не взбредет в голову. И какие-то вещи только они умели, это они во время преподавания, чтобы как-то вытянуть из студентов знание того, что такое идея. Потому что, ну как бы они тащат, они знания никак не могут вытянуть. Вот у вас много тут, я один, хоть бы кто-нибудь сказал, что такое идея. И еще главное, чтобы хоть кто-нибудь бы не слышал этого слова. Я уверен, что все вы 10 тысяч раз слышали стой. И как-то вы так спокойно живете, не зная, что такое идея. У вас даже недогрызенное яблоко есть. А вы все равно не знаете. Вот наберите там, что такое идея. Может скажут вам этот агрегат. Посмотрим. Может нам яблоко поможет. Интересно, что там скажут, что такое идея. Википедия? Угу. Ну что там? Итак, идея в широком смысле сейчас он сбросил. Идея на первом человечество и на стебе формы прообраз. В широком смысле мысленный прообраз какого-либо действия, предмет, явления, принципа, выделяющие его основные, главные и существенные черты. Вот видите, какое-то и сразу все в кучу, как выводится в Египедии. И прообраз, и мысли, и действия, и какой-то стороны, и явления, и опять вот, вот тогда я могу у вас спросить, вот то, что у нас свет горит, это идея? Это фактически. Не идея, правильно? А то, что стенка у нас непонятно из чего, это идея? Тоже не идея. А то, что у вас компьютер вот перед вами, это идея? А вот, чтобы он передо мной был компьютер, это идея? Почему это не идея? Это уже, это прообраз действия. А взять у вас компьютер, поставить мне, вам все равно бестолку, а я буду что-то нам искать другое. По-моему, это идея. Если хороший компьютер, плохой, то нет, это не идея. То есть, ну вот я отвечу на этот вопрос, который сам же задал. Идея, это не любая мысль. Из всех мыслей, какие только есть, выбирается мысль, отвечающий на вопрос, что делать? Что делать? То есть, если вы формулируете, что делать, значит, это идея. Даже идея самая такая, элементарная. Бросить эти все занятия, Макс Энгель, с немецкой, пойти в буфет. Это идея. Вы можете потом доказывать, что она плохая идея или хорошая. Может быть, вы мне объясните, что если бы вы сходили в буфет, вы сразу бы ответили, а сейчас с голодом, с такой стипендии, разве можно ответить на такой сложный вопрос? Ну вот, вы немножко, подкрепились и запросто бы ответили. То есть, все это, и это таких мыслей не так много, правда? Тем более умных, потому что, скажем, выпрыгнуть из окна, это идея. И сколько народу уже погибло, потому что они делали сельфи. Давайте сделаем сельфи, как я прыгаю там с небоскреба. Сделал сельфи и хорошо, остался навечно молодым. А вот, не знаю, как вы, вот я уже никак сделаю сельфи, уже молодым не останусь. И вот некоторым хочется остаться молодым, и они остаются навсегда. Так молодыми остаются. Вот она идея сельфи, в чем состоит. Ничего умного там нету, кроме того, что вы снимаетесь, но совершенно не обязательно при этом падать. сколько уже попало подростков, ну сотни-две у нас попало подростков, которые погибли, потому что им в соцсетях, им так убеждали, что давайте, вот надо приготовиться к тому, самое лучшее ощущение, когда ты умираешь. И предлагают всякие разные варианты. И темы для печали. И причем уже с ними уже начинает государство бороться с этой публикой. Причем эта публика бывает очень молодая. Это какие-то молодые девушки, так сказать, школьницы даже, склоняют других, чтобы они покончили и убиваются тем, что они вот кого-то, вот если вы сколько там уговорились людей впрыгнуть в окно, я еще не одного, то есть я отстающий. Я вот всем объясняю, что право у нас есть прыгать, хоть с третьего, хоть с пятого этажа, но это не равносильно тому, чтобы убеждать прыгать. Так убеждают же умереть, умирают же люди. Вот, то есть само понятие, идея, это вовсе нас не спасает и не охраняет от того, чтобы различать какие-то великие идеи, крупные, серьезные, от мелких, ничтожных. Идеи созидательные, идеи разрушительные. И может идея как создать, как построить, а может быть идея как взорвать, как уничтожить. Вот дом построить очень сложно. Чтобы построить дом, ой, нужно сколько знать, вот архитектор, должен все это обдумать, правильно? А чтобы взорвать ее, надо взорвчатку и зажечь бекордов снова. И она рванет и не будет еще. Главное взорвчатку достать. В чем проблема? То есть, чтобы уничтожить деяния человеческие, вот эта идея, уничтожение, ну, особенно ничего не надо. Если это уничтожение не диалектическое, потому что, если вы, скажем, уничтожаете частную собственность путем создания общественной, у вас собственность-то не пропадает. Никакие ни объекты, ничего не пропадает. Просто действительным уничтожением частной собственности является создание общей собственности. Это сложное очень дело. Это трудно сделать. Это трудно сделать, только люди все разные, а надо, чтобы они действовали в общих интересах. Это очень большая серьезная задача. У Гегеля есть вот итог, венец его науки и логики абсолютной идеи. Вот если вы, допустим, читали, читали науку логики, нет, Гегеля? Не читали? А зачем вы ее читаете? Это все гениальное произведение. Надо читать просто хорошее. А сколько вы начитаетесь гениально, вы сами будете гениальны. А зачем вам это надо? Потом будут все вас склонять, постоянно вспоминать. Зачем вам это нужно так? Только спокойно живите. И вот в конце науки и логики понятным языком очень, несмотря на то, что само произведение очень довольно трудное, в конце говорится, что есть вот практически теоретическая идея отражения мира или идея теоретическая идея, то есть идея познания мира и идея его преобразования, то есть идея добра или идея блага. А абсолютная идея согласно Гегер это единство теоретической и практической идеи. Теоретической и практической идеи. То есть для того, чтобы мир преобразовать, вам что нужно сделать? Вам сначала нужно его отразить в своей голове, правильно? Как что вы будете преобразовывать? Вы сначала его должны отразить, потом преобразовать в своей голове, а потом практической деятельностью преобразовать уже мир в соответствии с этой идеей. Правильно? То есть это сложная такая задача. Если АТО его в голове преобразовало, ну вот Маркс и Энглис преобразовали мир в голове, но они это не создали же, коммунизм, о котором писали. Ну они написали коммунистический манифест. Но коммунизм удалось им создать? Нет. А вот Ленин участвовал? А вот Ленин участвовал. Он в этом смысле выше. Не в смысле того, что кто способнее, это я не обсуждаю этот вопрос, а в том смысле, что он вот это преобразовал. А Ленин сделал революцию в деревне? Нет. А когда она пришла? При Сталине. Революция в деревне. Сложное было дело очень. Но если нет революции в деревне, может быть общество, которое в городе на общественной собственности, а в деревне на частной построено. Может быть такое единое общество, не может быть такого общества. То есть это переходное. Оно так и остается, как говорится, в таком состоянии, что оно не может нормально существовать. Вот. Скажем, вот когда большевики издали декрет о земле, они какую идею реализовали? Свою или из-за русского? Чья была идея разделить землю по едокам? Вот крестьяне в России требовали государственной собственности на землю, всю. Не помещение, а государственную на всю землю. И разделение по едокам. Если в вашем семье 8 человек, вам 8 частей. Если в нашей семье 3 человека, я, жена и ребенок, нам 3 части. А если у вас 13 детей? Не планируете 13 детей? Не хочет даже и смотреть. Зачем так много людей? 13 детей. А они потом друг друга воспитывают. Ничего делают родителям не надо. Старших и младших воспитывают. Коллектив у них свой лечат. Все хорошо. Мне не нравится. Ну и ладно. Она знает, что попробуй. Невозможно. Денег не дадут. Будешь бедняком. Совсем не так давно, еще в то время, когда я был в таком же возрасте, как Улья, все детская одежда и обувь стоила в два раза дешевле, чем для взрослых. Ровно в два раза. Вот, допустим, у меня сын. Он уже в великовозрасте, его за 40. Вот когда он был такого же роста, как я, у него был тоже уже 41 размер ботинок. Вот я платил за его ботинки в два раза меньше, чем за свои. А сейчас вы пойдете в магазин, допустим, детский. Ну вы же для детей-то ничего не должны жалеть, правильно? Для детей пожалеете, поэтому надо вздуть цену больше, чем у взрослых, раза в два. А лучше в три. Коляска была, чтобы желательно как автомобиль стоило. Ну, это все-таки не делают еще. Но, во всяком случае, все это дорогостоящее. И когда удивляются, говорят, а почему у нас малая рождаемость? Разве дело в рождаемости? А дело в том, что надо же этих поднять детей. Так это немыслимо столько денег. Я вам сказал 13, вы сразу в ужасе на меня посмотрели, как на сумасшедшего. Потому что, что же, мы откуда возьмем-то все? То есть идея, это вот великое вообще мысль, великое понятие. И надо его освоить. И вот люди, которые его освоили, вот в этом смысл вообще всех этих тейсов и Гербахи. Правда? Там же, вот у нас доклад был замечательный, Олег сделал. Вещий Олег потом сделал доклад. Вещий такой хороший. О том, что вот вместо только одного созерцания, надо думать о преобразовании мира. И не только думать о преобразовании мира. А что надо не только, чтобы идея была преобразующая, а чтобы она еще и практически реализовалась. И вот это практическое преобразование мира входит и в, собственно говоря, в воплощение этой идеи. То есть идея не только объявленная, изреченная, а идея воплощенная. Правильно? У вас идея есть, чтобы вы стали специалистами, но не получится у вас, вы будете бакалаврами, потому что вас обрезали на год. Это я специалист, завидуйся мне. Мы нам пять лет давали возможность учиться, а вам сказать, хватит четыре года, а то вы нас догоните и будете как мы, как боги. Ничего, обойдете с четырьмя. А если кто хочет, давайте два года сидите в этом магистратуре и получите то же, что мы получали за год. Это в прогрессе или в регрессе? В регрессе. Регресс. Совершенно однозначно. Ну, мы же созерцать тоже должны. Ну, что есть, давайте из этого будем исходить. Но будем мы на этом все останавливаться или, может быть, все-таки мы продвинемся до специалиста? Специалист мог поступать в аспирантуру? Мог. А вам взяли и отрезали возможности. Скажите, кто такой бакалаврят? Проходи. В аспирантуру нельзя. А специалист? Пожалуйста, я вот сразу. Причем в любую. Я вот закончил магистратур, поступал в аспирантуру экономического факультета. Поступил и через три года, даже два с половиной, защитил кандидатскую диссертацию. Потом захотел я докторскую. Пожалуйста, защищайте. Я докторскую по философию защищал, защитил. Сейчас говорят, не надо давать по другой специальному суду защищать. А что, вы боитесь, что другие придут защитят? То есть это вот то, что мы с вами рассматриваем сегодня, как некую прелюдию к книге «Немецкая идеология». Это очень важный документ. Это очень важно с точки зрения всего мира понимания. То есть мир надо понимать не как неподвижный, или не как тот, который только нам дан, а как тот мир, который нам дан для того, чтобы его улучшать. Правильно? Причем улучшать его никаким теоретизированием, даже если эта теория будет правильная и была изложена идея, нельзя, если эта теория не соединить с практической деятельностью. Вот давайте с этой точки зрения, которую я сейчас сформулировал, будем смотреть на эти самые. Я буду зачитывать эти тезисы, и мы с этой точки зрения будем их рассматривать. Вот первый тезис. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая эфир Баха, всего предшествующего материализма, то есть речь идет о новом материализме, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность. Что противоставляет деятельность? Практика несубъективна. Отсюда произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализма, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самую человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность, поэтому в сущности христианства он рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как прахочка берется и фиксируется только в грязно-торгашеской форме ее проявления. Он не понимает, поэтому, значение революционной, в кавычках, практически критической, в кавычках, деятельности. Почему в кавычках? Ну, потому что революционная имеется в виду, что деятельность по преобразованию мира. Вот вы пришли в мир. Вы хотите его улучшить или хотите прожить в том мире, который есть? В чем задача поколения нового? Улучшить мир. Улучшить, правильно? Задача нового поколения – пойти дальше прежнего поколения. То есть в этом смысле вы должны быть умнее, в том смысле, что вы должны освоить то, что было до вас создано в теоретическом плане, и пойти дальше. Правильно? Какие требования предъявляются? Ну, вот в дипломной работе еще это не предъявляется всяких требований. В дипломной работе вы говорите, ну, вот вы должны показать знаки. А если это кандидатское, вы должны дать новую идею. Если ничего нового нет, нет диссертации на верные, она не принимается. Новое дайте. Дальше. Если это поколение не могло это новое реализовать, ну, оно, значит, прогласило, и так она с этим проглашенной этой идеей умерла. Пришло следующее поколение, опять прогласило, и это доптание на месте. То есть если нет созидания в соответствии с какой идеей, которая разработана, выработана, то нет и движения вперед. Значит, второй тезис. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью. То есть вообще, истинно ли наше мышление? Или нам кажется одно, вот я думаю, что вы такая, а обязательно не такая. Я думаю, что вы такая, вы гораздо лучше. А я это вот не усмотрел. Так вот, да, это вообще мышление моё истинностью, или мало ли что мне покажется. Хотя сейчас что распространено, вот Эхо Москвы слышите иногда, нет? Там есть такой журнал «Дилетант» всё время приветствует. Дилетант, дилетанты, собрали. Дилетанты, дилетанты, это кто? Ну, несведущий человек. А? Несведущий человек. Какой человек? Несведущий. Несведущий человек. То есть собираются, сидят на радиостанции, специально собираются, чтобы молоть можно было любую чепуху. То есть вот если мы соберёмся, вы правильно высказываете, вы правильно, вы правильно. А я в чушь всякую молю. А вы вообще не к селу, не в городе что-то высказываете. А вместе мы все дилетанты. Какие претензии? Никаких претензий! То есть они защищены от какой-то критики в том случае, так а мы вам сказали, что дилетанты, то есть они могут, то есть если я объявляю, что я дилетант, я могу говорить, вы зеленого цвета, правильно? А скажут, я же не зеленый. Ну я же сказал вам, что я дилетант. Ну может вы синие, может вы оранжевые или полосатые. Нет? Откуда я знаю? Ну мы дилетанты. Давайте мы журнал сделаем дилетанты, будем приучать к дилетантизму людей. А к чему надо приучать? К познанию истины или к дилетантизму? Или мы? Другая такая тоже приемка. Мнение. Вас интересует мое мнение? Зачем вам мое мнение? Вы за мнением пришли сюда в гусс или за знанием? А? За знанием. А я вас спрашиваю, а вам мнение нужно? Да я вам по любому вопросу, задавайте мне любые вопросы, я мнение имею. Что вам про атомы рассказать? Про молекулы, что хотите, мнение? Про химию, как лечиться? Хотите я вот маму аппендицит вырежу? Я дилетант, я ничего не умею. Никогда ни одного, никого не оперировал. Ну если хотите, могу. Да и не будем даже ничего. Там сейчас применяют разные средства высыпления людей. Наркоз. И ничего не надо. Литр водки. И как в войну. Раз и отрезали нового. А он говорит, зачем у меня правый отрез, я болею левый. А у меня мнение такое, что у вас болело право. Мнение это что? Оно же не претендует на истину вообще. И вот с этим мнением носится как списанный тороп. Сейчас вы не замечаете? Особое мнение. А главное, что особое. Вот то, что у вас квадратная голова, это точно особое мнение. Потому что оно не как, просто умным или как не придет. Только идиотам может прийти такая мысль, что у какой-то из студентки квадратная голова. А вот мне прийти может от ваших занятий квадратная голова. Это вам может прийти. Скажется, что вы такое преподаете? Это другой разговор. Это же образ, да? Определённый. То есть это очень актуально. То есть истинность. А что такое истина? Кто скажет? Ну вы за истиной пришли в университет? Третий курс. Третий курс? Я спрашиваю, что такое истина? Посмотрите, что спрашиваете вы. Что это такие нахальные вопросы? Нас хотят куда-то унизить, принизить. Что? Или вообще это неправильный мой вопрос? Не скромный что ли такой? Как и неприличный такой вопрос. В университете спрашиваю, что такое истина. Вот дают. Да, я согласен, да. Виноват. Кто-нибудь скажет, что такое истина? Вот Олег, он вещи и доклад сделал. Сейчас он скажет. Ну, может быть, это суждение, которое полностью соответствует действительности? Полностью. Вот это круто взял. А есть такие суждения, которые полностью соответствуют? Есть полное соответствие, как говорил Ленин, никогда не бывает ни в природе, ни в обществе. Ну, как может быть, полное соответствие? Вы подумайте. Вы же вроде вещи, а требуете полного. Да хватит одного соответствия. Истинное соответствие понятия объекту. Вот если я правильно изображаю вас, то если в моей голове вы отражаетесь такая, какая есть в жизни, то это истина, правильно? Что тут непонятного? Ну, что тут такого сложного? Такую простую вещь скрывали от вас. Что, я первое что-то сказал? А что, другие договорились с преподавателем, а мне говорили? А вы сами нигде не вычитывали? Ну, это половина ответа. Это еще истина с точки зрения фейербаховского, созерцательного, телевизорного. Смотрю, истина – это вот, чтобы вы были такая. А диалектическая истина в том, чтобы преобразовать объект, предмет. Если я на вас смотрю, у меня есть мысль, чтобы вы стали доктором наук. В своей области. Это плохая, что ли, мысль? Хорошая. Ну, так вот, истина состоит в преобразовании действительности в соответствии с идеей. То есть, в соответствии уже не идеи, не понятия действительности, а в соответствии с действительностью, понятию. Вот я сформировал понятие о вас как о молодом докторе наук. Почему я не могу вот это посчитать, вот эту идею истины? Истина в соответствии с действительностью, а в соответствии с действительностью, понятию. Вот это вот преобразующая идея. Правильно? Это тоже истина. То есть, истина бывает и истина с точки зрения отражения действительности, и истина с точки зрения преобразования. Но все архитекторы занимаются исключительно преобразующей идеей. Исключительно. Они даже не могут, если они просто, что значит они отражают, смотрят на другие дома и записывают. Это что, деятельность архитектора? Почему Марс говорит, что хороший, самый плохой архитектор отличается от самой плохой пчелы, ой, извините, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы, что сначала он в голове построит этот дом, а потом начинает привлекать строителей к строительству этого дома. Но, скажем, если вы представите себе Смольный собор, весь Смольный собор был на бумаге расписан, все этажи и все башенки. Но ему никому в голову не забрело, что какой-то идиот на другой стороне Невы построит дом, если вы, скажем, слитейно будете смотреть, то у вас башенка, башенка, а по зрению какой-то таракан там. Ну как вы это? Это же архитекторы города есть у нас, нет? Как это может быть? Правда, был такой случай, когда с моста начали видеть, что там на районе 26-й линии какие-то там все возвышаются, какие-то какие-то здания, нас всем и все портят. Ну заставили средность это делать. Ну а вы пойдите, вот будете как-то, налететь, дойдете, да, шпалярные, посмотрите сюда и увидите там какой-то дом таракан. Рядом этот смольный собор, это необычайно великое творение, и какая-то вот штука, которая влезает между вот этим собором и вот этими еще маленькими зданиями с куполами, которые входят в единый комплекс. Ну вот видите, кто-то о чем-то должен думать, говорит, или он должен думать, или он должен думать, или он должен думать, сколько будет стоить возверждение проекта. Как? Вот вопрос. То есть вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметная истинность, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. То есть только какой гимн практики здесь дается в этих трекляциях. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь посвестороннего своего мышления. То есть ваша точка зрения правильная, если вы, руководство с этой точкой зрения, добились того, к чему стремились. А если я очень, значит, здорово вас с вами спорил, и теоретически почти вас переспорил, но когда я стал реализовывать, у меня ничего не вышло. И вот хотя вы и моложе, и вроде опыта у вас меньше, и вроде бы знаний с виду кажется, что меньше, оказалось, ваша эта точка зрения истинная, а моя-то нет. Почему? Потому что в вопросе об истинности угасают различия возрастов, полов, и так далее, это не имеет никакого значения. Потому что все дело в том, кому удалось реализовать идею, а кому нет. Если вам удалось реализовать свою идею, это доказать до своей истинности. А если при этом я вам оценки ставил, вы плохие, ну и что, вот Пушкину тройки ставили по математике, он показал, что он хороший поэт. Ну и что? Ничего не значит. Я когда поступал в аспирантуру на экономический факультет, там подозрительно смотрели, я все-таки математик. Ну и так вот пошли оценки у меня на экзамене, пять, четыре, там вопросы три. Первый ответ – отлично, второй – четыре, третий – три. А если был четвертый, было бы, два, один, ноль. Ну, было только три вопроса, поэтому общие четыре поставили, и я раз, и дальше защищался. Но уже там профессор воротил и говорит, а какие вы монографии по себестоимости читали? Вот вы читали по себестоимости какие-нибудь монографии? Нет? Нет, я не читал, но пронесло, как говорится. Поэтому пятерки я не получил, а кандидатскую защитил. Ну, вот это разные вещи. Откуда мы знаем, как в жизни бывает, правильно? По разному все бывает. Так вот, в практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, по всесторонности своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующихся от практики, есть чисто схоластический вопрос. А сколько теоретиков пытались обсуждать и рассматривать, там, скажем, доказательства бытия Божьего? И в это дело Гегель вступил и говорит, вот одно из доказательств бытия Божьего – это, скажем, правогласить, что Бог – совокупность всех реальностей и одна из реальностей существования его. А раз он – совокупность всех реальностей, то и существование тоже входит в эту реальность, тогда он и существует, может, мы и доказали. А Гегель влез в это обсуждение и говорит, ну, реальность есть отрицание. Значит, тогда, по-вашему, получается, что Бог – совокупность всех отрицаний. И на этом Гегель поставил точку и пошел дальше. А что такое совокупность всех отрицаний? А? К вам обращаюсь я. Вы в чёрном как раз сидите. По слуху на всех отрицание, это дьявол. Вы согласны? Но он не делал такой, последний вывод Гегет, он тоже такой дипломат был, думает, я скажу, меня выгонят сразу из профессоров Берлинского университета. Он, время такое религиозное было, он там довёл до того, что если, говорит, вашу точку зрения принять на доказательство бытия Божьего, то вы, в общем-то, доказываете, что Бог – это дьявол, это не так. Вот и всё. Третий тезис. Материалистическое учение о том, что люди – суть продукта обстоятельств воспитания, что следовательно изменившиеся люди – суть продукта иных обстоятельств изменённого воспитания. Это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Вот Олег, он хороший доклад сделал, но вот этот вот великой такой тезис, он на нём не остановился. Почему? А потому что, вернее, объять необъятного, особенно в выступлении на семинаре. Поэтому претензий к нему нет. Но вот есть, я хочу вам сказать, что на вопрос о том, что есть человек, продукт чего, обычно говорят так, что бытие определяет сознание. Это правильно? Кто такой правильно? Смотри, когда бытие определяет сознание. Так, как-то я не понял. Как-то самовырую, чтобы было понятно. Так всё-таки это правильно, чтобы тебе определяется? Правильно, да? Неправильно. Вот то, что вы едите, это вы и есть, да? Так вы ешьте другое, другая будет и... Ну где это вы такое прочитали, чтобы тебе определяет сознание? Ну где? У кого? Назовите мне автора такого, который говорил, я это не читал нигде. Слышать я слышал постоянно, вы сказали. Это бесконечно, вот это слышишь. Потому что люди вот это не усваивают, классические тексты, а всякую чушь усваивают. А если я усвою чушь, что у меня будет в голове? Чушь. Неужели вот вы, вот вы сидите, и то, на чём вы сидите, и во что вы одете, а одеты определяет ваше сознание? Вы верите в это? Я лично не верю. Не верю. Люди слышали какой-то отголосок, кусочек того, что называется историческим материализмом, применительно к обществу, общественное потеение определяет общественное сознание. Это означает только одно, что если феодальное общество, сознание, если экономика феодальная, то есть сознание феодальное. Идея феодала в господстве в обществе. Ну понятно, у кого все богатства, у того и возможности есть в своих идеях господство. Если вы крепостная крестьянка, а я ваш парень, какие идеи у нас будут господствовать? Ваши или мои? Чего спорить? Чего тут непонятно? Мои. А вы если будете спорить, у нас меры есть для таких. Какие предусмотрены меры? Бить можно при тьме? В том числе женщин. Можно? Прикрепостности. Это сейчас нельзя в углу. Даже если вы вообще плохо отвечаете, все равно нам запрещено. Даже думать об этом. Нет, думать, пожалуйста, думайте, но особенно лучше не высказывайте, а то скажут, угрожает. Вот идите на экзамене, что хотите там ставьте, но не трогайте никого, ничего. А что Минекрасов-то писал? Вчерашний день, часов в шестом, зашел я на Синную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Наверное, она не знала, что такое, чем определяется человек. И там решили. Барин ее спрашивал, она не отвечала, и он послал ее туда. То есть, это глупость, что бытие определяет сознание отдельного человека. Вот для общества это не глупость. Если буржуазное общество сейчас у нас, то какое сознание общества у нас? Если в обществе господствует буржуазная экономика, то капиталистическая, то какое сознание общества? Буржуазное. Кто на выборах победит? Какие партии? Буржуазные или не буржуазные? Ну, конечно, люди-то голосуют в соответствии со своей головой. Если в головах, в большинстве голов господствуют буржуазные идеи, значит, на выборах победят Родной партии. Так? А если честные будут выборы? Так вот, чем честнее выборы, тем яснее вот эта зависимость. Правильно? Если честные и пречестные. Вот вам сделал товарищ Путин все прозрачное. Кидайте туда б***ь и доставайте прозрачное. И что от этого? Что телевизор не работает и не проводит в жизни те идеи, которые имеются у того класса, который держит в руках. У вас есть, кстати, телевизор? Телевизор нет в студии, а у вас радиостанция есть? Нету. У меня газета есть «Народная правда». Я главный редактор, российская. Я могу немножко повлиять на сознание. Например, в 2000 году мы в этой газете «Народная правда» опубликовали ряд материалов против Собчака. Из-за Яковлева. Причем Собчаков там развешивал у гостиного двора такие стенды мэра кубернатора. А мы эти стенды, так сказать, с помощью художника подработали. Там показали, что там стол, навем, всякие ядства и конверты, которые взятки дают. И написали «Мэра в Метрододеле». И вот газета у нас вышла, вот эта вот эта газета, для нее главный редактор на общественных начал. Зарегистрирована в Министерство печати информации Российской Федерации в 91-м году. Первым редактором был основатель Виктор Георгиевич Долгов, позднее первый проректор в нашем университете. Но когда он стал первым проектом, он сказал, слушай, говорит, Михаил Васильевич, ты у меня консультант, давай ты будешь главный, а я буду первый проректор в нашем университете. А то, как-то так я сразу совмещать не могу фототехнику и проектор. А 96-го года я. Ну вот мы миллион выпустили в 2000-м году, что хорошего есть в Петербурге. И по итогам нашей, в том числе и работы, в Собчак пролетел, а выиграл Яковлев. А Яковлев был хороший хозяйственник и не болтун. Дело, он был человек, доктор наук экономических. Вот он, вот при нем никаких сосуль не было. Никогда. Объясните, почему? А вот при Валентине Ванне, которая была послом на Кипре, и в общем не очень понимала в инженерных вопросах. Она даже конкурс делала, как вот, почему мы сосулья как разбивать? Какими-то там особыми приборами или пушками, там электромагнитами. Раньше, вот вы когда-нибудь были в пригоре, видели там сосульки в феврале или в январе, а они свешиваются в домах, в которых никто не живет, просто дом закрыт, в чем дело? А в том дело, что там холодный чердак. Если холодный чердак, то снег-то и не так, он и лежит, и лежит себе. А когда он будет таять? В апреле. И тогда апрель звенит капель. А чем у нас вдруг капель звенит в феврале или в январе? При Валентине Ване. Сейчас уже тоже нет сосуль. Сальсуль, которые людей убивали. Шла девушка по дорожке, раз, и упала сосульку, убив. Его было у института Ульяна Валенина. В чем дело? А вот дело в том, что там трубы проходят, горячие воды, наверху, отопительные и другие. И вот они обматываются изоляцией. Если эта изоляция уже обветшала, и она сорвана, то она подогревает, что? Подкрышное помещение. Крышу. А, соответственно, это сковородка, на которой лежит снег. Ну, если сковородку со снегом топить, что будет? Только обычная сковородка вот так, поэтому у нас в нее ничего не утекает. А тут, если вы ее подогреваете, то у вас вода превращается в лед, и получаются они сосульки огромные такие. Сосульки, они падают, людей убивают. Что надо сделать? Замотать обратно трубы. Это раз. И открыть обязательно слуховые окна. А безграмотные сантехники, они чтобы не... Ну, если там трубы не замотаны, а там еще и холодно, они полопаются. Поэтому они закрывали, заглушки делали, и там вообще жарование получалось. А надо, наоборот, слуховые окна открыть, чтобы там была температура минусовая. Ну, трубы трубами, вот когда они замотаны, изоляция, теплоизоляция, нет проблем сейчас в теплоизоляции. И пусть они там и проходят, но там должно быть все холодное. Вот когда все холодное, они будут сосульки. Не надо никаких конкурсов. Сображать надо. То есть вы должны разобраться сначала с освидрением фейербаховского материализма. Из-за чего бывают сосульки? Это первая часть. А потом что делать, чтобы их не было? Трубы замотать, горячие теплоизоляции, все. И нету их. Нет проблем. Вот мы точно так же подумали, в чем плохо Собчак, который там себе квартиры получал. И думал о чем угодно, только не о городе, а о бутербродах. И все время болтал. У всех народ в университете обрадовался, когда он уехал, наверное, встал. Ну, слава богу, как есть, кажется, пас в сторону или пас наверх? Как освобождается плохих начальников? Так он на четверть ставки оставался у нас в университете и вот свою там деятельность развивал по разрушению Ленинграда, Санкт-Петербурга. Ну, вот поэтому вот, так сказать, имея в руках что-то, ну, это газеты, это мало же. А что важнее, газеты или телевидение? Конечно, телевидение. У кого телевидение в руках? А радио? Вам по радио объясняют, вы жарите картошку, вам объясняют, за кого голосовать в это время. Не специально личного, а просто рассказывать, какие вот хорошие. Кто хороший, кто плохой. И в итоге это, что это означает? Это означает, что общественное бытие определяет общественное сознание. Это применимо к обществу в целом, а к отдельному человеку никогда. Врази могу я вывести ваше сознание, уважаемая студентка, из вашего бытия, из того, где вы сидите, что вы ели, как вы одеваетесь. И из этого я выведу какая-нибудь, да нет, это все зависит от того, кто ваши родители, как они вас воспитывали, кто на вас повлиял, кто встретился на вашем жизненном пути. Другими словами, люди, суть, продукты, обстоятельства, воспитания. Вот что здесь написано. Вот Олег, он хоть и вещи, он как-то так это пропустил, как ценные, считал малоценным материалом, прошел дальше. Ну, потому что он другое сделал. Нельзя с одного так все требовать. Я вот решил с остальных потребоваться, остальные как-то так задержались. И некоторые конфликтологи вообще не пришли, они боялись вообще трудностей. Они поставили одного представителя, вы как бы их разведчик, будете докладывать, что там, чем угрожают, когда нужно прийти, чтобы не отчислили всех, до какой степени, градус назрел и так далее. Люди, суть, продукты, обстоятельства, воспитания. Вот вы можете сказать, я продукт, обстоятельства, воспитания. Вот какое у меня было, обстоятельства, какие были обстоятельства, и воспитания, так и место. Например, брат Ленина стрелял, хотел убить царя. Это что он? Потому что он дворец, что ли? Нет, правда? Дзабытье это никак не вытекает. Или, как это вот декабристы, вдруг, декабристы, и вдруг они пошли против крепостного права. Допустим, вот вы сидите, все помещики, и вдруг эти три человека взяли и стали выступать против крепостничества. Мы говорим, ну так освободите своих крестьян. А вы говорите, нет, давайте всех освободим, тогда мы освободим. А мы, пока мы всех не освободим, мы своих тоже не освободим. Как бы вы здорово придумали. Давайте все вместе освободим. Но потом все вместе освободили в 1861 году. Освободили. Ну а за что-то до этих товарищей привлекли к ответственности? Из-за того, что они раньше выисказали правильную мысль. Раньше царя. Намного. Ну что там, 61-й год, а тут 25-й. Сколько прошло лет-то? 36 лет. 36 лет всего. Через 36 лет царь, и никто на него не накинулся, кроме этих самых, которые покушения на него делают. Так это уже противники царизма. Это другое. И что, раз они дворяне, так что из этого следует дворянская идеология? Нет. Вот Ленин был дворяем? Ленин. Не знаете? Я знаю. С 16 лет у него папаша получил дворянство, выслужился. А соответственно, вот если я получил дворянство, если вы моя дочка, значит, и вы дворянка. Правильно? А ваша дочка? То, что это дворянка. И поэтому, когда Ленин отправляли ссылку, мамаша его пришла и говорит, так он же дворянин, вы там посмотрите, чтобы все было хорошо. Ему сразу прибавили все, чтобы он не как другие получал пособия, ссылки, а побольше, как дворянин. И это ему помогло написать развитие капитализма в России. Означает ли это, что развитие капитализма в России это результат лучшего кормления Ленина, чем других, поскольку он был дворянин. Ну не скажешь, правда? Что это не прямо вытекает из этого. Или Азербайджанский, знаете, что был дворянин? А Калантай тоже дворянка. Потом министром сделали, неплохо же, дворянка поехала, посол Советская Россия. То есть она так путаник была в вопросах политических, но представлять Советскую Россию могла бы за границей культурной женщины образована. Дворянка. То есть никак это не вытекает. Вот эта вот мысль, сколько вот я вот они наблюдаю, не первый раз вас спрашиваю, не первый раз людей это изучают, но никто не знает, что в человеке есть продукты, обстоятельства воспитания. Вот у вас какой-то был там дядя, или тетя, или бабушка. Вот, например, бабушка, Арина Родионовна очень повлияла на Александра Сергеевича Пушкина. Так ведь? Так? Это что, не важно? Это гораздо важнее, чем что он ел, что одевал и так далее. Какие книжки вы читали, правильно? Какие вам сказки рассказывали? Что ваши родители говорили? Как? А личный пример родителей является обстоятельством и воспитанием. Воспитание, что вас воспитывали? Трудолюбие или наплевательское отношение ко всему. А плевать. Вот у нас там некоторые конфликтологи, они, значит, тихо могут откуда-то смываться, я смотрю. Кто их воспитал там, я не знаю. Я надо будет спросить Александра Ивановича. Я говорю, Александр Иванович, это не вы их воспитали? Или они специально показывают, что это, то же у нас воспитание. Следующий капитальный такой. У нас с ним единственное большое с Александром Ивановичем. Так что мы это будем комплексно решать. Я вот им ставил эти вот конфликтологи, они у меня два раза экзамен заваляли, а им все пятерки ставил. Видимо, надо прекратить эту практику. Люди не поняли, за что им платят пятерки вперед, в роз. Как мы в пятерки так говорили, твоки можно поставить. В чем проблема-то? Проблема-нет. Не поставить зачет. Зачет не получишь. И на этом заканчивается деятельность в университете. Некоторые думают, что их спасет комиссия. Ну, комиссия тоже продуктов средств и воспитания. Комиссия будет, кто мои коллеги. И мои коллеги скажут, соберутся комиссии важные такие. Рассматривали вопросы. И напишут, что Михаил Васильевич проявил гнилой либерализм. Давно надо было таких отчислить студентам. А он только сейчас удосужился, поставил им не за счет. А он их пропустил тогда и тогда. И мне выговор за либерализм объявил. Напишут ректору, чтобы ректор срочно наказывал за такую мягкотелость по отношению к тем, кто не хочет заниматься. Вот, обратите внимание, я останавливаюсь на каждом тезисе. И это вот подход к таким классическим текстам. Их не нужно проскакивать. Это не то, что нужно глотать по принципу. Потому что вот это, слушайте, можете проверять сколько угодно. Спрашивайте знакомых, своих родственников, родителей. Все будут говорить человеку, его определять со своим бытием. А это в корне неверно. И ни в одной научной книжке этого нет. Ни в одной. А если есть, это не научная книжка. Скажите, она оформлена как научная. Потому что человек из продукта обстоятельств и воспитания. Ну, какое воспитание? Какие вам идеи заложили в голову? Какие вам понравились? Вы как восхитились ими? Они в душу вам запали? И это может быть то, что у вас в душе разве не определяет ваше воспитание? Нет. Оказывается, все, что вы съели. Две котлеты съели одно, а если три котлеты съели другое. Вот что ел там Ленин? Не знаю. Вот говорили, что он если что сделает коробство и будь здоров. Вы что, не слышали о том меню Ленина? Ну, что можно сказать? Ничего. Или там какое у него батярее? квартира там в Кремле. Что мы там видим? Кровать, стол, стол обязательно написать. И стул. Все. А еще. А вот как он жил в Париже? Он был же в Париже. Едем на велосипеде в библиотеку. И что там у него когда снимал? О, на полном пансионе снимай опять. Кровать, стол, стул. И все ничего. И что показывает? Что осталось от Ленина? В смысле? Библиотека большая осталась. Все. Сталину говорили, давайте починю ваши сапожки. Так что я говорю, у меня отец сапожки. Я сам не починил и ходил в своих сапожках. Что осталось от Сталина? Его в чем угодно обвиняют разные люди. Но можно его обидеть в том, что он думал о том, как набрать всех какого-то богатства. Где богатство Сталина? Нет людей какого богатства Сталина? Нет. То есть вот это вопрос очень важный. Люди суть продукты обстоятельства воспитания. Если вас будут спрашивать, да, сейчас сообщите это по телефону обстоятельства. Там еще не знают. чат только узнал и иду сообщить. И следовательно, смотрите дальше. Изменившиеся люди суть продукта и их обстоятельства измененного воспитания. Мне не нравится как вы себя ведете. Надо изменить обстоятельства. Вот допустим, они не ходят конфликтово. Надо изменить обстоятельства. Пойти к заведующему рассказать про них, что хорошие ребята, совсем хорошие, но может получиться, что они придут на экзамен и дам им ба-ба-ба. А надо ли это нам? Не надо нам. Ни мне нам не надо. Вот зачем так делать? Или пришли бы и сказали, мы не можем. То-то, то-то, разрешите нам не присутствовать. Это нормально. А вот так вот ненормально. Изменившиеся обстоятельства. Вы хотите, чтобы люди стали другими? Вот вам же какие они грязные. А почему они грязные? Потому что у них жилья нет. А жилья почему нет? Все же жили при социализме. У каждого было жилье. У каждого. Были бездомные при социализме? Нет. И вот пошел процесс приватизации жилья. Ну я как просвещенный и как экономист, я профессор по экономике и права, естественно я свою квартиру не приватизирую. Почему? Потому что если вы приватизировали, вам скажут ну что у вас есть частная собственность? Есть? Ну квартира у вас частная собственность? А у нас зовут. Мы одним миром с вами мазаны. Если я хапнул миллиардов, то вы хапнули квартиру, которую не строили. В общем один больше вор, другой меньше воров. Всех помазать одним миром. И все как бы виноваты насчет приватизации. И вот теперь приходят мрачные иногда. Дети говорят ну вы конечно у вас не приватизированный котел. Нет? Ну тогда вам бесплатно придется трубу поменять. И ванну нам поменяли бесплатно. И раковину бесплатно. А потому что это не наше. Зачем мне живье? Мое. Мне важно жить в нем. А если мое, то я буду платить что? Налог на собственность. Налог повысить нет проблем. А вот квартирную плату повысить сложнее. Это надо решение правительства. А если вы бы читали жилищный кодекс, вы бы узнали, что есть такое понятие, как изъятие жилья в связи с опасными нуждами. Представьте, что через ваш дом проводят дорогу. У нас проводят, как сейчас вели, МКАД, или МКАД, а у нас тут кольцевую дорогу. Через ваш дом. Вот дом, если ваш, если у вас квартира не приватизирована, вам должны предоставить жирплощадь по нормам. Норма сейчас так, из расчета где-нибудь 32 метра на человек. А если у вас приватизированы, ну раз приватизированы, вам должны денежки выпутать. По какой величине? В объеме того, сколько стоит это ваше забираемое жилье, а сколько стоит жилье, через которое пройдет дорога. Это ничего почти не стоит. И стали вы бомжами. В одночасье в соответствии с законом. Или решил ваш папа, дядя и так далее вам подарить жилье. Для начала он его продал, пока он продавал, еще оформлял, цена жилья, которое он хотел купить, скакнула. И он уже купить не может не только то жилье, которое он собирался вам купить побольше, там, племянницы или дочери, а он он уже не может купить тот жилье, который продал. Все. Тогда с горя он что сделал? Он пошел выпил, там с ним оказались собутыльники, отобрали у него деньги остальные, паспорт отобрали, на паспорт оформили фирму, которая обналичивает. Сейчас же много обналичивает однонетки, так как они берутся? Берутся паспорта у бомжей, оформляют, паспорт достаточный для оформления фирмы, зарегистрировали, моментально регистрируют, закрыть трудно, зарегистрировать нетрудно. Раз-раз и его как бы нету. Есть такой человек бомж, у него нет ни паспорта, ни жилья, у него может быть высшее образование, он хороший специалист, но у него характер слабый, он не может как некоторые удержаться от чего-то. Разве это не учитывается, что у человека слабый характер, поэтому обстоятельства такие, чтобы он не мог он остаться без жилья. Были такие обстоятельства, что без жилья не может человек быть первым, что записано скажем у Маркса Энгельса для того, чтобы заниматься наукой, искусством, культурой, литературой. Что нужно делать? Есть пить и одеваться, но есть пить и вы сами додумаетесь, а жилье должно общество гарантировать, иначе люди будут продавать и останутся, и многие из них будут бомжать. Я в Париже был один раз из Брюсселя, и где я делал доклад, повезли нас в Париж на один день. Вечерком мы приехали, пряночевали в гостинице, утром прокатили нас по парике. Но первое, что я увидел, мы ехали на поезде два часа, присели до Парижа в Хрущевы. Весь пригород в Париже, в Хрущевы, как у нас вот эти пятиэтажки, куда как сердечки толкали и говорят, вы будете тут недолго, а потом всю жизнь там люди живут и так, им говорят, так и вот и сроки все прошли, и живите там, а другие нормальные дома живут. И приехали, мы на вокзале выходим, что я увидел? Ну, в вокзале картина такая, как у нас вот пять углов, примерно такая, очень похожа на Ленинград, только более старый город, там кроме таких широких улиц, есть и узенькие, маленькие. И вот первое, что я увидел, два бомжа по стеклу. Ну, знакомая картина. А откуда мы? Да потому что везде, где частное собственное жилье, есть бомжи. Обязательно. Обязательно. Ну, нищие, само собой. Что у нас, столько вот проституция так широко разве, это что, из-за чего? Люди стали плохие или работы нету и платят мало. В чем дело? Так же просто люди не выйдут на модель от того, что они плохие, а от того, что вот они брошены и обстоятельства такие. И воспитание, ну, какое может воспитание? Воспитание такое, что мало ли спивше, если может быть мать была или отец. Кто воспитывал? Не знаем, кто воспитывал. По-разному. Или вот сейчас говорят, вот беженцы набежали саранча на Европу. А в чем дело? А в чем обстоятельство? Откуда? Вот вы побежите из дома своего, а не с того, не с сего. Бросите дом и помчитесь с родителями, чемоданы, то есть кто-то с собой захватили и помчались куда-то в другую страну. Но если вас будут свинцом поливать, то убежите куда хотите, правильно? Ну, вы же помните ситуацию в Ираке. В Ираке какое было государство? Светское. Какое стало? После того, как туда пришли американские войска и уничтожили иракскую демократию, какая была буржуазную, и президента повесили на всякий случай. Хотя, как выяснилось, что сведения о том, что якобы там оружие массового поражения не подтвердились. Дальше был налет на Ливию. А там было, между прочим, бесплатное образование, бесплатное жилье и и что? И молодым людям давали, так сказать, на первое время достаточно много средств для того, чтобы они могли шстать на ноги. Прилетели, разбомбили. Есть Ливия? Нету Ливии. Ливии нет. В Ливии нет вообще государства. Там два правительства, его бы ничем не управляют. Причем, одно из них идиловское. Так люди оттуда через Средиземное море на чем попало едут, тонут там сотнями и тысячами. И вот они бегут спасаться. Ну куда, куда? Ну куда? Где более-менее люди живут хоть? Где не стреляют, не бомбят? Говорят, вот, они бегут. Не они бегут, их гонят. Как вот бывает, нужда гонят, а их гонят из насиженного места, из дома. Выгнали. Если дом ваш горит, и вы бежите жить дома. Вот они из горячего дома и бегут. Кто поджел? Уважаемые товарищи, по дворе с Соединенными Штатами Америки подожгли их дома. Гонялись там на самолетах и стреляли. Они окигли открытое небо, дескать, для кого открытое? Для закрытое небо, для ливийских самолетов, а открытое для тех стран натовских, которые их бомбили и уничтожали. И это обстоятельства. Вот обстоятельства привели к тому, что беженцы. А среди этих беженцев, конечно, есть люди, которые насмотрели, что с ними делают, которые готовы убивать всех, кто убил их детей. Это их родители или детей. Это, как вам сказать, кажется странным, что если у вас родители убьют и детей ваших убьют, то вы возьмете и автомат начнете стрелять в кого попало. Только в тех, кто вы считаете к этому причастен. А еще и издевается над вашими духовными идеалами. Вот здесь у нас есть религаветы. Можно издеваться над тем, к чему люди поклоняются? Ну, поклоняется кто-то там своему пророку Мухаммеду. Ну, мы не сторонники пророка Мухаммеда. Но у нас в России допустимо, что кто-нибудь стал бы издеваться над пророком Мухаммедом. Потом кто-то над Христом, кто-то над Крещом. А кто-то верит в Будду. Давайте Будду с рогами нарисуем. Ну, если после этого кто-нибудь возьмет автомат и меня выстрелит, это надо удивляться этому или не надо? А помните, эти все дорогие правительства западноевропейские, за руки взялись и говорили я Хепдо. Ну, если ты Хепдо, и по вашей стороне будет атака террористов, так? Ну, если вы сами взялись за руки и пошли, только наши они пошли. У нас там приехал наш министр иностранных дел, но не сильно демонстрировал. И поэтому туда идут на постоянное нападение. Тут, значит, и тоже там как лопухи. Это что за обстоятельство? Едет машина, ее останавливает, и что ведете? На набережной, где было очень много жертв, где передавил один на автомобиле много-много людей на набережной Сене. Сене? Нет, Сене. А? Нет, Сене. Где? На Лазорном берегу. Нет, Сене. а, да, да, извините, не Сене, на Лазорном берегу. Передавил. В чем дело? О, и останавливает машину, спрашивает, что везешь? Он говорит, мороженое. Ну, вот, можете себе представить, что в России наши такие полицейские лопухи, чтобы они просто так им сказали мороженое. А нет, они говорят, открой и покажи. Наши знают, что у нас была и война свеченская, мы знаем, что верить так, что вот, я скажу, что папа я римский, Иоанн Павел II, не все поверят, еще проверят. А документы есть у вас, что я папа, что я действительно папа римский? Ну, они сказали, он сказали, мороженое ведем, он поехал дальше, они его пропустили. И в аэропорту тоже никого не контролируют, чего он проводит, прямо вези эту взрывчатку и взрывай. Это все обстоятельства. А я ему буду говорить, что люди плохие. А по какой причине эти люди вообще идут на это все? Ну, и сейчас больше уже не хвалят, никто не говорит, я хепдо. Все? Вы же поняли, что не надо дразнить? Зачем вы дразнете? И так люди назвали. Второе, что сейчас в Сирии происходит? Какое было стермение сейчас в западных странах? Во что бы то ни стало убрать руководителя сирийского государства, да? А какое будет государство? Это светское государство, последнее, которое осталось на Ближнем Востоке. Значит, будет какое? Туда сразу будет столица ИГИЛ. А когда сейчас это движение ИГИЛ запрещенное в России, а будет государство, которое не признано в России. Видите разницу, нет? Государство, у него будет армия, у него будет министерство на страну. Его некоторые признают сразу, что мало не найдется государства, которые его признают, когда у них есть столица. Это не просто они там сейчас гуляют по пустыне, а их гоняют. С одной стороны со стороны Ирака, с другой стороны отсюда и Сирии. то есть вот вы видите, какие мысли могут прийти, вот если мы обдумываем, что эти люди, суть продукта, обстоятельства воспитания. Не надо обвинять людей, вот такие, какие. Какие-то обстоятельства у конфликтологов, что они не приходят, какие-то, что-то с ними случилось, наверное, что-то их обокрали, или напали, что с ними случилось, не знаю. Или они погрязли в конфликтах какие-то, у людей, у вас нет конфликта, у вас, конфликт с Богом, что ли, нет конфликтов у этих. У музееведов вообще каких-нибудь конфликтов нет, как понимать, с художественными ценностями, что ли, историко-культурными конфликты. Или они вот изучают, какие конфликты изучают, пропагандируют, я не вижу, как почву для конфликтов. А конфликтологи сами, наверное, себя находят. Если все тихо-мирно, никто с ними не ругается, есть преподаватели, то они начинают искать как повод такой, чтобы началось это обитование. Так, это учение о том, что люди, суть продукта и обстоятельства воспитания, и что следует, изменившиеся люди, суть продукта иных обстоятельств измененного воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, что этого мало. Что люди, если я хочу вас лучше сделать, что я должен сделать, улучшить, изменить обстоятельства. Правильно? А не просто говорить, будьте хорошими, все делайте хорошо, учите все лучше. То есть, надо как-то изменить обстоятельства. Вот о чем надо подумать. И что воспитатель, сам должен быть воспитан. Если под воспитателем понимать обстоятельства все, то надо изменить эти обстоятельства, они воспитают другого человека. Другие люди, в той же Германии изменилась ситуация общественная. Другой там вместо фашизма там буржатная демократия. Другие люди. А в тех же Соединенных Штатах Америки там же рабовладение было при капитализме. И когда было это рабовладение, какие там были люди? Значит, представители демократической партии, они кого представляли? Рабовладельцев юга или парцов против рабовладения севера? Не знаете? Вот Обама в партии демократические, да? А демократические на какой стороне была вот север против юга? Одни были против рабовладения северные штаты, а южные штаты были за рабовладения. А? Ну какая партия возглавляла юг? Не додумали? Демократическая. Ну красиво звучит демократическая. Хотя, собственно, республиканская по смыслу то же самое. То республика демократическая разделение. Это республиканцы, это демократы. А республиканцы, они представляли капиталистов севера, которые боролись против рабовладения юга. Ну и кто раньше отказался от рабовладения? Американцы отказались от рабовладения в 1862 году. Закончилась эпоха рабовладения. А у нас от крепостничества мы отказались в 1861 году. Поэтому, когда приезжают из Америки и начинают нас учить, я вот с ними беседую, говорю, так у вас вообще-то... Когда у нас уже крепостничество отменили, у вас еще рабовладение не отменили, вы в чем пришли нас учить? Ну как вы можете нас учить вообще? На какой демократии мы учили эти речи? Досталые люди. Или немцы приезжали, тоже выступают. У нас я в УПК лекции им читал при Горбачеве. Они говорят, а что вы говорите в Горбачеву? Он же лучше немец. Я говорю, я объясняю, он лучше немец, а худше русский. Это не противоречит? Конечно, у нас демократия слабая была. У нас абажуров из человеческой кожи не делали. Перчатки из человеческой кожи не делали. волосы не собирали с трупов для того, чтобы сделать матрасы волосяные. Не выдергивали этих, вот прежде чем сжечь или похоронить трупы, не выдергивали, у них зубы золотые. То есть мы не дотягивали в России. Чего приехали сюда учить-то нас демократии? Или сейчас нас учат, говорят, что вот мы к вам санкции применим, мы Европу выберем. А где Европа была, когда Гитлер пришел? Вот французы, у них же была линия Мажино и хорошая армия. Воевали? Что вы знаете про самотверждную бою французской армии, когда Гитлер напал на Францию? Я ничего не знаю. Вы знаете? Они взяли все, поздавали, придумали еще понятие открытого города. Скажите, вот мы открываем Гитлеру город, вы никого не трогайте, мы вам не воюем. Они все открыли, дали им все занять. И все другие и остальные европейские страны, все, которые сейчас там подбывают насчет санкций, они же все отдали висит. И каждый раз, значит, а как надо что-то от кого-нибудь спасать, от Наполеона, значит, кто спасал? Россия. От Гитлера кто спасал? Советский Союз. Поэтому, когда спрашивают, на чем вы едете за границу? Нас. На чем? На чем? Ну, на работу, на трамвае, в гости на трамвае, а за границу? В границу на танках. Какие у нас обстоятельства? Там в Европе что наступает, надо сдаться. А если в России наступает, надо ни шагу назад. Страна большая, история могучая. И мы должны свою историю тоже знать и уважать, а не заплевывать ее. Ну, вот, третий тезис ведь дальше не прошли. Что делать, не знаю. Я думаю, мы эту традицию продолжим. То есть не будем проскакивать такие умные вещи, а на них еще постанавливаемся. Вот. И перед вами тоже. Поэтому я вас прошу еще раз внимательно. Вот я это не до конца разобрал. Давайте, поразбирайте эти тезисы по Фейербахе. И второе, приготовьте, пожалуйста, выступление либо по этому вопросу, либо по, вот, чем уже у вас опозначены в программах, да? Вот, скажем, первая тема, вторая тема. Пошли. И, скажем, какие-то выступления, которые интересно было послушать. То есть я не возражаю против того, чтобы я тоже здесь выступал на занятиях, но у нас не лекции. Не лекции, надо понять. То есть это вот возможность вам, почитав, выступать и получить коррективы к своим выступлениям. Это правильно или нет? То есть вы выступаете, я корректирую. А если я вместо вас выступаю, кто учится тогда? Ну, опять это я учусь. Ну, сколько можно учиться? То есть вы отдаете свое, это самое, право учиться черте кому. Надо, надо с самоуважением к себе относиться. Вот, Олег, я вас еще раз приветствую. А эти люди еще, пока они не осознали свое счастье, остальные. Учитесь у Олега. Он теперь сидеть может долго, ничего не делать, и он все равно будет на коне. А вы будете все виноваты, пока не выступить. Но это легко поправить, в следующий раз ожидаем. У нас ближайшая возможность это сделать в пятницу. Договорились? Спасибо за внимание.